Приветствую дорогие! Ходячие мертвецы провели какую-то иезуитскую рекламную кампанию последних серий. Я все еще не знаю и не понимаю, можно ли ее назвать успешной и сработал ли в конце концов план Гимпла. Я все время задаю себе вопрос, а стало ли изначально затевать всю эту промо кампанию с единственным всего пунктом – уход Рика Граймса. Да, многие вроде меня ледивцы, но почти все уже давно разведали заранее, но массовый зритель не такой. Он не интересуется первоосновой в виде комикса, не читает спойлерные форумы, да не смотрит каналы вроде моего. Он просто ждет новой страницы истории любимой группы из Атланты, от которой не осталось почти никого. Будет ли этот обычный зритель рад, что узнает за полгода до случившейся серии, что его любимый персонаж покинет проект навсегда? Да даже если он уходит не через смерть, а просто в какое-то новое шоу. Паронюсори решили банкануть, пойти ранее неизведанным путем и привлечь таким образом возможно давно отошедших фанатов. Возможно. Когда я пишу обзор этой серии, рейтинги канала в этот вечер еще не опубликованы, но даже если они будут хоть на миллион выше – это разовый результат. Аудитория хоть и глупа в массе своей, но ответить на вопрос сами себе они точно смогут. Будут ли они смотреть проект без Рика дальше? И ответ я вам скажу не самый радужный. После каждого ухода крупного персонажа последних лет шоу теряло аудиторию очень сильно. Сегодня ушла еще более крупная рыбка – Рик, мать его Граймс. Рик Граймс для большинства и был тождеством шоу. Нет Рика, нет проекта. Оттого странно мне. Сейчас Скотт Гимпл нам буквально клянется, что готовил уход Рика с 4 сезона и что якобы он вообще должен был улететь еще в прошлом году. Но тогда скажите мне, друзья мои, что же сделал тот самый Скотт Гимпл, чтобы проект не казался бессмысленным шоу неинтересных ноунеймов после отхода от него Рика. 7-8 сезоны сделали все, чтобы по максимуму обезличить любых, даже не самых третьестепенных персонажей вроде Иисуса или Розиты. Гимпл фактически превратил в ноунеймов даже Мишон, вдову Мэгги и Кэрол. С какого раза вы вспомните хоть один важный момент с ними за то время? Как бы вы меня не называли сексистом, но Гимпл тот еще сексист, потому что развивал он только в это время Рика и Нигана. Да, был еще прекрасный Дуайт, но Дуайт это моя боль в 9 сезоне, поэтому лучше о нем сейчас забыть. Начался 9 сезон, сценарий заметно стал более удобоваримым, все больше места в шоу стали занимать Мэгги и Дэрил, но как они его стали занимать? Во-первых, 5 серий для нового перерождения старых персонажей, по-моему, мне кажется, это крайне маловато. Ну и во-вторых, вся пиар-компания вокруг этих 5 серий была построена на уходе Рика Граймса. У меня перед просмотром 5 серии было полное ощущение, что на 5 серии полностью закончится проект. Пиар-компания вообще не включала месть Мэгги, обиды Дэрила, бунт Спасителей или того же Нигана. На всех вывесках с самого начала сезона было просто написано «Последние эпизоды Рика Граймса». Но позвольте, если это последние эпизоды Рика Граймса, то нахрен мне нужны тогда свежие эпизоды Мишон или последние эпизоды Мэгги Ри? Почему нельзя было построить пиар-компанию на появлении шепотов? Да даже если бы они развивали историю с вертолетом, это было бы зацепкой на будущее. Но вертолет, как бы сейчас Гимпл не отнекивался, снова оказался наебаловым. Если вы готовите нас к жизни без Рика Граймса, почему же вы ничегошеньки не придумали, чтобы мы попытались переключиться на кого-то иного? Дэрила вы выставили снова полным тряпкой, а сейчас еще и сделав его предателем в умах многих. Мэгги забрали к мифической Джорджи, Мишон заставили писать за кадром трактаты, а Нигану уделили две куцые сцены из комикса, которые как назло дико проигрывают драматургии первооснове. Кэрол также задвинули на задний план, хотя короткие моменты с ней в этом сезоне очень хороши, но не полны. Дорогая наша Анжела Кан, как же ты нас оставила без нашего великого Рика Граймса? Я уже молчу, что Канг, следуя видимо заветам своего старшего товарища Гимпла, имеет ровно такое же отношение к статистам, как и он, капельки не давая нам шанса их хоть немного полюбить. Можно было бы вполне больше прописать реплики, например, тех же Арат или Лори, но зачем? Лучше придумать сцену с убийством Арат, а потом Оушензад задвинуть на сотый план после ее смерти. Да кому вообще будет нужен Оушензад и его дрязги со спасителями, если сам Рик ранен и почти что умер? Заметьте, как в серии совсем сместили центр внимания. Что случилось с тем самым конфликтом в лагере, кто в нем умер, кроме тройки статистов, где делись Оушензадки, тот же Джет и другие? Похер, ведь у нас есть Рик, Рик, Рик. Я смотрю шоу с самого основания, но даже я не могу сейчас себе ответить на вопрос, за кого я должен буду переживать после пятой серии. И лично для меня Канг полностью провалила эту миссию, хотя последние пять серий были крайне недурными за последние два года. Всю катастрофу нынешнего положения сериала показывает и то, что самыми лучшими моментами серии были моменты с глюками Рика с покойниками. Когда появился Шейн, у меня было невероятное дежавю. Наверное, подобный кайф от игры актера я ощущал последний раз, когда впервые появился Ниган в шестнадцатой серии шестого сезона. Я буквально вижу, как Берн Талл убивается каждой секундой своего короткого камео. Каждая его ухмылка, прищур, стёб в сторону Рика – это победа шоу и его же нынешний несмешной диагноз. Всё-таки Берн Талл не врет, когда говорит на каждой своей конвенции, что он крайне благодарен Фрэнку Дарабонту за выбор его на эту роль. Она дала ему билет в карьеру и показала, что он очень сильный разноплановый актер, может даже сильнее самого Линкольна. И Шейн буквально ворует каждую секунду у Линка в этот момент. Понимаете, в чём беда? У меня полностью складывается ощущение, что авторы шоу не понимают, куда им нужно двигать проект, или что, вернее, они просто обленились. Им больше не нужны отличные актеры, хорошие сценарии для них, им даже больше не нужна новая аудитория. Они работают чисто для фанатов, и поэтому они думают, что своими дурацкими скачками во времени они могут закрыть те дикие дыры, что появляются из-за этого. Они думают, что фанаты схавают отсутствие интересных персонажей, если просто заменить их на суррогатов. Зачем нам нужен новый Шейн, если можно взять просто маленькую девочку и сказать ей, что теперь она замена Карла? Не нужно 6 лет расписывать её взросление, её подростковые проблемы, проблемы добра и зла. Вспомните эти тяжкие для Карла времена, когда он просто убил сдавшегося ему мальчишку в третьем сезоне. Как это на него повлияло тогда, и как влияло буквально до последних минут жизни в прошлом сезоне? Как такие моменты пережила бы эта девочка? Я не могу её любить только потому, что она якобы та самая Джудит, которую когда-то нянчили Карл, Рик и Ниган. Это не та девочка. Я к ней не привык. Да беда даже в том, что Джудит это уже третья актриса за эти два года. Почему нельзя было просто взять уже знакомую девчушку из прошлого, мне не ясно. Но внешность это ерунда. Беда глубже. Беда в том, что она суррогат. Сценаристы настолько не понимают, как работает раскрытие персонажа, что просто как в панике, бегом стали делать из бедняжки не пойми кого. Новая Джудит это какой-то монстр Франкенштейна, на которую из-за незнания кого из неё лепить, буквально надели весь фанатский став. Шляпа и рубашка Карла, револьвер Рика, Катана Мишон. Это отдаёт такой бескусицей и отсутствием таланта, что буквально портит всю серию. Генри в прошлом сезоне хотя бы дрался палкой, а когда попытался взять огнестрел в руки, быстро облажался. Здесь же девочка, которая едва исполнилась 10 лет, стреляет из огромного револьвера, который она и в руках-то не удержит при стрельбе, и даже попадает с расстояния по пяти мертвецам не промахиваясь. После этого она пафосно берёт шляпу с земли и представляет не просто как Джудит, а Джудит Граймс. Я в принципе понимаю, кого она сейчас будет заменять в шоу. Она и позорствевший Генри разделят между собой функции Карла оттуда. Дело в том, что Анжела Канг видимо точно такая же узколобая эгоистка канона дрочерка, как и Скотт Гимпл. Они оба буквально, чтобы доказать, что могут круче и лучше Киркмана, просто изнасиловали шоу своими идиотскими прыжками во времени, которых по канону как раз и не было. Нету Карла, но разговоры его с Ниганом из комикса нужно кровь из носу на кого-то повесить. Окей, ведь Ниган когда-то улилюкал Джудит, значит вопросы о взрослении может ему в камере задать она. Но она мелковата для этого. Что же тогда делать? Как вывернуться из ситуации? Да как как? Да просто. А давайте вырастим малую на шесть лет за одну секунду. Делов то. Похер, что за все время до этого в шоу прошло всего четыре года и за эти шесть лет могло произойти много всего интересного. Обойдетесь. Смотрите, как Ниган еще просидел в клетке шесть лет, но вам же наверное абсолютно все равно, как он прожил это время. Вам абсолютно пофиг, что никто не умер за это время и вам, конечно же, просто хвост и гриву должно понравиться, что изменили здесь только прически у некоторых. Зато теперь Генри вырос тоже и может взять на себя функции Карла по шпиле Уилли с Лидией. И вот теперь я задаю себе вопрос. Ёлки-палки, неужели эти два, скажем прямо, средних кейса из комикса стоят извращений со временем? Стоит появление девочки без явного прописывания роли и с пафосными речами на борту? Поэтому из-за всего этого даже маленькая камео Шэна здесь кажется золотом посреди кучи дерьма. Его слова про Рика, который превратился в него самого со временем, меня очень тронули. И я сразу вспомнил два своих каких-то старых ролика про эволюцию Рика Граймса, где я говорил, что сегодня по факту Рик и действует потому, что ему говорил Шейн ранее. И признаюсь честно, мне от этого даже стало приятно, что я был тогда еще прав. Сцена Нигана и Мэгги. Вот мне кажется, что Канг не любит Нигана. Это вторая уже сцена с Ниганом за сезон, которая проигрывает подобные в комиксе. Ниган второй раз уже говорит про какую-то Люсиль и теперь даже просит убить его, чтобы быть с ней. В этом проблема. Я не чувствую его боли. Главное правило кино, не рассказывай, а показывай. Кто такая Люсиль? Почему она была важна Нигану? Почему он винит себя в ее смерти? Я знаю ответы на эти вопросы. Я знаю, кто такая Люсиль. Но я читаю комикс. Массовый зритель его не обязан знать. У губернатора была семья и дочь, и он не мог даже убить ее, потому что он отец. Ему верилось. Его боль влияла на зрителя. Ты подсознательно начинал сочувствовать Филиппу Блейку и понимать, почему его нелегкое заставило сойти с ума. Но история Нигана в сериале снова кастрировали. Канг он не нужен. Поэтому его почти не было в этих сериях. Поэтому ему дают редкие реплики про жену. Поэтому второй половине сезона Джеффредина Моргана почти не видели на съемках. Посвятите прошлому Нигана хотя бы пол серии. Покажите его работу физрука. Его измены жене. Его ссоры с ней. Наконец, как он за ней ухаживал, когда она заболела. Дайте мне поводы сочувствовать или ненавидеть Нигана снова. Потому что запас доверия к нему у меня, как у зрителя, полученный в 16 серии 6 сезона и 1 седьмого, просто физически начинает заканчиваться. Мэгги тоже начала какую-то хрень морозить, когда уже выволокала Нигана из клетки и начала его спрашивать То есть ты уже немножечко забыла эти слова Или ты забыла вообще в принципе, зачем ты сюда пришла? В комиксе она не смогла его убить уже после его слов, что его жизнь превратилась в ад, а одиночество поедает изнутри, а не до них. В комиксе же Нигана изгнали из Александрии и он реально никому не был нужен. Здесь же за ним ухаживают, моют, приносят поесть и даже иногда ведут светские беседы. Ниган говорит, что он пытался покончить с собой, но не смог. Когда он это делал и как? Я должен сам это придумывать? Поэтому из-за всего этого я бы скорее поверил в то, что здесь Ниган снова обыграл Мэгги, заранее продумав этот спектакль. Если так, то он молодец. Что касаемо огромного главного кейса серии Рика, я уже сказал, что самое лучшее, что здесь показали, как раз таки были его глюки. Мне также понравилось, как он нашел себе последние силы снять с себя ремень и с помощью него сняться с арматуры. К сожалению, у меня нет конкретных медицинских знаний про его ранения и про то, сколько он мог идти, истекая кровью и при этом был живым. Мне интересно, зачем Рик стрелял в динамит, находясь, кажется, на очень близком расстоянии от него. Мне интересно, как взрывная волна его не убила. Мне интересно, как он успел попасть в воду. Мне непонятно, какой дебил бросил в свободном доступе кучу динамита просто на мосту. Помните, что спасители были без оружия, значит, они вполне могли прихватить себе такой взрывной аргумент и шантажировать потом людей Рика. Мне непонятно также, оправдали, что от выстрела динамит может взорваться. Знающие люди, обязательно напишите внизу, мне интересно, я вот не знаю. Такие маленькие ружья гимбла, лично мне после просмотра, когда я стал все обдумывать, немного испортили ощущения от конца Рика. Я не хочу категорически в данном обзоре что-то говорить про людей на вертолете. Это огромная тема, мы получили немножечко больше информации о них, и я обязательно сделаю об этом отдельный ролик. Итого, конечно же, это не самая лучшая серия за все время шоу, но лично для меня она ставит очень важный диагноз для него сегодня. Она показала категорическую разницу между персонажами из прошлого и сегодня. А точнее, она для меня показала, что даже покойники или даже, скажем так, глюки с покойниками могут выглядеть намного более интересными, чем нынешние и Зекилы, и Ароны, на которых сегодня оставили фактически проект. Ну что ж, дорогие, это все, что я могу сказать сегодня об этой хорошей, но не очень утешительной серии. Спасибо, что смотрите, будем надеяться, что проект еще как-то выберется, все-таки мы не знаем, что будет до конца дальше, может быть, мы еще очень удивимся, и Анжела Канг не сбавит темпы, но я в это мало верю. Спасибо, что смотрите, удачи, всех благ, да пребудет с вами Сила Нигана, пока, удачи. Я уже молчу, что Канг, видимо, следуя заветам своего старого, старого, блядь, старого, старый ты гимпл, мудак. Но она важна лично для меня в том, что она ставит диагноз этому проекту сегодня, и он не крайне у... Блядь! Итого, это не самая лучшая серия, конечно же, за все время шоу, но лично для меня она важна тем, что она сегодня ставит крайне нерадужный диагноз проекту сегодня. Сегодня и сегодня.